вот это управляемая тесла как называют шесть витков как руслан сказал у него тут где-то будет наверно 40 50 вольт в диодном масте конденсатор идет потом пойдет идет на тут на транзистор и рф-6030 на 200 вольт ну тут коллектор идет на плюс на этот конец вот плюс вот тут вот это направляется вот идет конец от ночнягу от шняги взять на антену лампочки тут заземление 25 метров всего круче ну валяется для лампочки в заземлении будут индикатором тут все одно мост и на масте уже постоянное напряжение для старта не хватает блока питания мощности поэтому уже видны пачки вон лампочки зажигаются поэтому нужно сперва отойти от резонанса потом когда спираль нагреется нужно снова поднять вот тут где-то резонанс пушкула вон горят лампочки земля но это может быть и не резонанс качеры качеры резонанса пушкула могут не совпадать то есть не качеры а ты управляемая тесла видите резонанс пушкула почти не ушел а качеры резонанс как упал тут осциллограф он рядом антен висит и тогда в заземлении лампочки почти не горят притухло вот это совсем не горит это слабо очень горит теперь настрою как бы на резонанс качеры и на резонанс то есть на резонанс управляемый тесл там и там как бы компромисс я самую близкую вот тут употребление 5 ампер 5 с чем-то вот тут вот тут Вот тут вот этот резистор регулирует смещение. Вот тут вот этот резистор. Вот тут вот смещение, явных эффектов нет. Он увеличил длительность импульса на антене. Какой сигнал. Вот нет никаких импульсов на антене. Но только свободное колебание вторички. Вот ярко горят две лампы, два светодиода. Вот тут вот. Вот тут вот. Вот тут вот. Вот тут вот стеллограф. Вот такой сигнал. Вот при слабом пустое. Уж пуля какой сигнал. Тут нет никаких импульсов. Тут просто удар и затухающий колемогин. Возьмем. Возьмем этой катушке. 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 Частоту понизил, чтобы можно было видеть те затухающие колебания. Когда попадается на гармонике в резонанс, то амплитуду аэросталин. Продолжение следует. Продолжение следует.